В Магадане прошло завершающее в этом году заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На обсуждение был рассмотрен вопрос о соблюдении мер профилактики в новогодние праздники. Действие рождает противодействие. И в конечном итоге все зависит от того, как мы на местах, выполняя свою работу, именно работу с людьми. Также в связи с наступающими праздниками возрастает риск заражения коронавирусом. Согласно прошлогодней статистике, очень много людей 60 плюс заболели. В преддверии новогодних праздников я очень вас прошу только об одном. Если вы почувствовали себя плохо, если вы заболели, пожалуйста, не ждите окончания новогодних праздников. Как показал опыт прошлого года, к сожалению, это привело к фатальным моментам. А также было сказано, что медицинские учреждения, такие как скорая помощь, стационарная помощь и поликлиники районных больниц, будут работать в празднике в круглосуточном режиме. Любовь Голимбиовская, Олег Калугин, Магаданское время. С 14 по 18 декабря жительница Магадана перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками банка и надзорного ведомства, свои сбережения в размере 3,5 миллиона рублей. Женщина не заподозрила, что звонили ей мошенники. Дистанционное мошенничество – не редкость. Злоумышленники входят в доверие к гражданам, представляясь сотрудниками банка. Доверчивые граждане, думая, что сохраняют свои сбережения, переводят деньги на счет мошенников. Полиция предупреждает. Ни в коем случае, ни под каким предлогом, не переводите неизвестным денежные средства, кем бы они ни представлялись и как бы убедительно ни говорили. Если возникают вопросы, связанные с вашими банковскими счетами, обратитесь в банк по номеру телефона, который вам ранее был известен, либо лично посетите финансовое учреждение. Задумайтесь, не принимайте поспешных решений и не впадайте в панику. Хорошо все обдумайте, предупреждают сотрудники органов. При необходимости посоветуйтесь с близкими. Также стоит лично перезвонить в кредитную организацию, если о состоянии счета возникают сомнения. В спортивном комплексе «Металист» подвели итоги семейной спартакиады. В этот раз в соревнованиях приняли участие 28 команд. В семье семибоковых мамышевых 5 человек, у супругов 3 детей. Старший занимается футболом, волейболом, теннисом. Члены семьи отмечают, что спартакиада их сблизила. Они хорошо провели время вместе, помогали друг другу. Мы в этом соревновании принимаем участие уже второй раз. Нам очень сильно нравится. Вместе собираемся с семьей. Различные виды спорта принимаем участие в различных видах спорта. Это нас объединяет. Все хорошо. Спасибо организаторам. Спартакиада проходила в 9 этапов. Соревновались семьи в плавании, полевой стрельбе, легкой атлетике, боулингу. Также для участников провели викторину спортивный квиз. По словам организаторов, такие состязания объединяют. Всех с праздником спорта. И, конечно, я хочу вас всех поздравить с поступающим Новым годом. Приглашаю на все наши уличные мероприятия. Их будет много. Юрий Гриша наградил победителей участников семейной спартакиады кубками, медалями и грамотами. В командном зачете первое место заняла семья Коротковых. Спортивная семья проходит в областном центре с 2007-го. За эти годы проект поддержали несколько сотен команд. В областном центре специалисты проверили, соблюдают ли магаданцы масочный режим. Комитет по работе с хозсубъектами совместно с полицией проводит рейды в общественном транспорте три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. По словам проверяющих, масочный режим соблюдает 70%. Водители используют средства индивидуальной защиты, когда выходят на линию. Мы предупреждаем, если не соблюдают, составляем административные материалы. Санкция предусмотрена от 1000 до 30. Первый раз предупреждение. Также специалисты из отдела потребительских услуг проверили масочный режим в магазинах. План таких проверок утверждается мэрией Магадана на месяц. Смотрят наличие социальной разметки, масок, перчаток, чтобы и у сотрудников, и у покупателей их было в достатке. Кроме того, работникам измеряют температуру тела утром и вечером. Проверяется журнал уборки помещения. Уборка должна проводиться 2-4 раза в день, согласно рекомендациям главного санитарного государственного врача. И проверяется социальная разметка. Сегодняшняя проверка показала, что все эти меры соблюдаются. Магазины, которые проверили специалисты, все меры соблюдают. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, тем, кто СИЗА не использует, грозит штраф. На должностных лиц от 10 до 50 тысяч, на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность от 30 до 50 тысяч, на юрлица от 100 до 300 тысяч рублей. Горсвет поменял часы на проспекте Ленина. Специалисты выполнили демонтаж неисправных часов на доме номер 20. Уже начали установку новых. По словам специалистов, демонтировали часы из-за неисправности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 08-2, 08-2 штаба. Доброе утро. На месте организован штаб пожаротушения, назначены должностные лица. Организована работа по спасению, эвакуации, охлаждению, так же несущей конструкцию. Внимание! Зажми пожар! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мероприятие очень масштабное и очень важное для нас. Мы в крепком сотрудничестве с нашими коллегами из МЧС. Зданию этому в этом году исполнилось 80 лет. С 41-го года в эксплуатацию введено наше здание. Поэтому мы все цело стараемся его беречь. Это, прежде всего, подготовка личного состава. Это обучение нашего личного состава в этих условиях. Сейчас драм-театр является у нас знаковым объектом для города. Имеет очень большое значение. А для нас это интересен именно как объект в пожарном плате. Я сам служил в армии и знаю, насколько важно отрабатывание малейших деталей в любом учениях. Потому что, как говорил Суворов, тяжело учение, легко в бою. И отрабатывая такие мероприятия, сотрудники правоохранительных служб армии и МЧС добиваются такого эффекта, чтобы в случае реальных, действительных пожаров или других чрезвычайных ситуаций действовать максимально слаженно и оперативно. Внимание, подразделения, трудительственные на учениях. 5 минут по сбору ПТВ по сравнению на фасаде гранд-театра. Всех дорогих участников, всех авгиборцев. Рад пожелать вам в наступающем году всего самого-самого хорошего. Сержант внутренней службы, Есень Максим Алексеевич, начальника главного управления. Поздравляем, ближе, ближе. За последнюю неделю погода в Магадане была непредсказуема и переменчива. Какие сюрпризы от погоды ожидать на этих выходных, узнаем у гостей и жителей города. Суббота, 25 декабря, в Магадане облачно. Атмосферное давление 753 мм. Ветер северо-восточный. До 4 метров в секунду. В воскресенье, 26 декабря, в Магадане малооблачно. Температура воздуха ночью до минус 35 градусов. Днем до 25 градусов мороза. Атмосферное давление 748 мм. Ветер северо-восточный. До 4 метров в секунду. Днем до 25 градусов. Днем до 25. Редактор субтитров А.Семкин